День Святой Троицы – это один из любимейших праздников православной нашей Церкви, православных людей. Это великолепный, чудный праздник, в котором мы празднуем великое откровение Божие, что Господь является в трех лицах единый Бог – Отец, Сын и Дух Святой. О чем говорит День Святой Троицы? День Святой Троицы говорит о том, чтобы мы отвлеклись от всякого разумного понимания божественных истин. То есть разум может понять то, что он может вместить, но Бог выше, Бог глубже, Бог шире, и разумом человеческим Бога познать невозможно. Поэтому разум человеческий должен уступить вере. Мы спрашиваем, вот почему пришел Христос, явилась Троица, а не все люди приняли Троицу, не все люди веруют во Христа, не все люди принимают этой сверлицей. Почему? Потому что люди стараются понять Бога разумом, но не верой. И поэтому так много разных вер, так много людей, не принимающих Святую Троицу, которые не понимают, но здесь понимать нельзя. Здесь нужно верить, потому что Бог выше всего, что есть на земле. Мы говорим, Бог всемогущий, правильно, Он выше этого слова. Бог всесильный, Он выше этого. Бог бесконечный, Он больше этого. Он бесконечный в наших понятиях. Поэтому здесь нужна только вера. Мы видим из Священного Писания два момента, когда апостол Петр проповедует в день Пятьдесятницы, в начале три тысячи, потом пять тысяч людей принимает веру Христову. И с другой стороны, святой апостол Павел проповедует в Афинском Ариапаге, в Афинах, вместо человеческой мудрости, философии. И этого свидетельств никто не принимает. Когда он рассказывал о Писании, все понимали, как только апостол Павел стал говорить о воскресении, сказали, это его свое слово послушаем в другой раз. То есть есть люди, которые верой принимали, как в Антиохии принимали верой, свидетельство, как это было при апостоле Петре, с верой и чистотой, и простотой душевной принимали веру Божию и становились христианами. А другие только и знали, что сидели и слушали все новое в Афинах, что нового происходит. И больше их ничего не интересовало. Высокоумие не дало возможности уверовать во Христа. Человек сам себе закон, человек сам ставит свой разум, свою гордыню выше божественной. Такие люди не способны принять Бога. Вот поэтому и нужно в день Святой Троицы, когда мы говорим об едином Боге, в трех лицах, отце и сыне и святом духе, нужно веровать. Только веровать, разумом понять, это невозможно. Дух Святой сошел на землю. Дух Святой дал нам жизнь. Поэтому День Святой Троицы – это день рождения земли, живой земли. День рождения жизни на земле. День Святой Троицы – это начало духовного рассвета. День рождения церкви, в которой Дух Святой в семи церковных таинствах нас освящает, очищает, облагораживает и направляет на пути мира. Вот таков праздник Святой Троицы. Мы одеваемся в зеленые одежды. Мы украшаем наши дома цветами, ветками. Для чего? Мы празднуем День Жизни. Дарение Богом живой жизни. Происхождение жизни на земле, как она произошла, никто не знает. Наука в этом направлении до сегодняшнего дня ничего сказать не может. Происхождение жизни на земле. И мы не только видим эту красивую природу, эти ветки, эти цветы, это разнотравие. Мы Бога благодарим за то, что Бог уготовил нам не только видимую такую природу, которую мы видим сегодня. Бог дал нам еще более прекрасный мир, еще более гармоничный мир. Небесное наше пребывание, куда Дух Святой, очищая нас от грехов наших, от всякой злобы, от всякой нечистоты, приводит нас к себе, и что есть Царство Божие? Мир и радость от Духи Святого. С праздником, дорогие мои, с Днем Святой Троицы! Будьте верны, будьте разумны, в меру разумны, а вера, она не имеет границ. Храни всех Господь!